Итоги понедельника 17 декабря расскажут журналисты ЮЭТВ. С вами Елена Вознесенская и в начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня адвокаты украинских моряков отчитались о проделанной работе и заявили о единой стратегии защиты. Однако ее не обнародовали, чтобы не нарушать свои же планы. Последнюю информацию о моряках-узниках Кремля знает Артем Хоменко. Стратегия есть, но какова она, не говорят. Впервые с 25 ноября момента захвата и ареста украинских моряков их защитники вместе общаются со СМИ. Координирует группу из 34 адвокатов Николай Полозов. На его счету защита Пусирая от Надежды Савченко, Алексея Навального и других политузников. Следствие будет пытаться этих моряков между собою рассорить, растащить по разным углам, дать показания друг против друга, оказывать подобное давление. Вот этого команда адвокатов постарается удержать моряков от вот этих действий. По мнению Полозова, шансы украинских моряков выйти на свободу пока невелики. Все зависит от Кремля. На него может надавить международное сообщество. Россия нарушает Женевскую конвенцию, согласно которой 24 украинских моряка – военнопленные. Их нельзя судить или держать в СИЗО. К ним обязаны допускать консулов и международных наблюдателей. А Москва судит их как гражданских, лишая их права на защиту. Сейчас наши адвокаты смогли встретиться с 11 нашими военнопленными из 24. Не потому, что они не хотят или не могут, а потому, что им не дают на это согласие. Потому, что в рамках 8 уже началось следствие, и 3 – потому, что они ранены. Украина тем временем помогает семьям моряков. 50 тысяч гривен принято решение получит каждый моряк через свои семьи от Министерства обороны. Еще 100 тысяч – от Министерства временно оккупированных территорий. В полном объеме им будет начислена заработная плата. Кроме финансовой помощи, украинским морякам необходима моральная поддержка. Адвокаты призывают писать им письма. Но чтобы они прошли российскую тюремную цензуру и дошли до моряков, писать нужно на русском языке, не затрагивать политику и обязательно приложить чистый пустой конверт, чтобы вам смогли ответить. Артем Хоменко, Владислав Гапон, Александр Бугай, ЮЭй-ТВ. Акцию «Помни» о тех, кто в плену на Майдане незалежности провели в Киеве в поддержку украинских моряков, узников Кремля и всех тех, кто оказался за решеткой оккупантов. Корреспондент ЮЭй-ТВ Виталий Бакуменко следил за событиями. Он с нами на прямой связи. Виталик, добрый вечер. Как прошла акция? Елена, добрый вечер. Ну, акция закончилась примерно 40 минут назад. Началась она сегодня в 19 часов на площади, на центральной площади столицы. Пришли активисты, чуть более полусотни людей. Здесь, вот возле стелы, они встали на лестницу и держали в руках фотографии узников Кремля, тех людей, которые до сих пор находятся в застенках. И фамилии 24 украинских военнопленных моряков. Здесь также установили специальный почтовый такой ящик. В него складывали открытки. И все желающие, кто пришел на эту акцию, могли написать письма. Там теплые слова поддержки, пожелания с новым годом. Потом эти письма, нам, как сказали организаторы акции, будут стараться передать всем военнопленным морякам с помощью родственников. Вот что пишут в письмах люди, которые пришли сегодня на акцию. Пишу то же самое, что мы все о них думаем, молимся. Пишу о том, что у нас снег, что у нас красиво. Может, им это какие-то воспоминания будут. Люди писали письма буквально на коленках. Также здесь присутствовали адвокаты, адвокаты наших украинских захваченных моряков. Мы пообщались с Ильей Новиковым. Он говорит, что это дело по поводу захвата наших моряков будет очень сложным. И он сразу и не вспомнил мировую практику, в частности, были ли подобные случаи в мировой практике. Говорит, что это дело будет очень сложно доказывать и сложно будет защищать украинских моряков. И тут очень много нюансов. Но говорит, справятся. Ожидаемо, что это дело будет исключительно сложным. Хотя мы с коллегами не сомневаемся в том, что наша позиция в целом, стержень нашей оппозиции, обоснованно, что он устоит. Там будет невероятное количество нюансов, которые сейчас трудно даже оценить. Там будет участвовать не только международное право, не только право войны и мира, вот эта Женецкая конвенция. Там будут многочисленные головоломные вопросы, связанные с режимом проливов и прохождения этих проливов. Также здесь по окончанию акции люди, которые пришли, и подписали петицию. Это письмо потом направят послам и в международные организации, для того, чтобы они усилили давление на Российскую Федерацию в вопросах об освобождении военнопленных украинских моряков и узников Кремля. Елена. Спасибо, корреспондент ЮИТВИ Виталий Бакуменко. С подробностями акции «Помни о тех, кто в плену в поддержку украинских моряков и узников Кремля». В оккупированном Крыму развернули флаг Украины. Они в знак поддержки захваченных украинских военных моряков. Видео разместили на официальной странице военно-морских сил Украины в Фейсбуке. Волонтер группы «Информ Напалм» поднялся на Ласпинский перевал в Крымских горах, развернул флаг Украины и прочитал патриотический стих современного автора Севастополя, написанное по мотивам заповита Тараса Шевченко. «Человек гуляет, шаблигай давать. Долго ворота панует в моей Украине. Атакуйте, соколы! Слава Украине! Героям слава!» Освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных призывают Россию в Евросоюзе. Об этом говорится в заявлении по итогам пятой встречи Совета Ассоциации Украина-ЕС. В документе также осудили милитаризацию оккупированного Крыма и ухудшение ситуации там с правами человека. В ЕС в очередной раз подчеркнули, что не признают незаконную аннексию полуострова. А главной темой сегодняшней встречи Совета Ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе стало усиление санкций против России. Это обсудил премьер Владимир Гройсман с верховным представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерико Маггерини. О чем еще говорили и каким договоренностям пришли в сюжете Александра Кулибабы. Освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков призывает в Европейском Союзе. ЕС изначально был единым и твердо заявлял, что не может быть никакого оправдания применению военной силы России против украинских кораблей, и что все задержанные украинские моряки и захваченные суда должны быть освобождены. Свободный проход судов через Керченский пролив должен быть гарантирован в соответствии с международным правом. Пока ужесточение санкций обсуждают на национальных уровнях. Чтобы дискредитировать Украину, в преддверии переговоров между Киевом и ЕС в Брюсселе российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, будто бы Киев к Новому году готовит провокацию в Крыму. Первое, он сам это придумал. Второе, сам озвучил. Третье, осталось ему самому реализовать этот план. Вместе с европейскими дипломатами Украина подписала ряд программ финансирования украинской энергетики, инфраструктуры и образования. Мы подписали 8 соглашений различных, в том числе о строительстве украинских дорог, в том числе поддержки украинского образования и в том числе профтехобразования и во многих других отраслях, что полезно для нашего практического сближения. Федерико Маггирини сообщила, Европейский Союз рассматривает возможные дальнейшие шаги поддержки регионов Украины, пострадавших из-за блокады России и Керченского пролива. В частности, через программу объемом 50 миллионов евро, которую ЕС недавно запустил для поддержки территорий, пострадавших от боевых действий на востоке Украины. Также возможна помощь через другие инициативы в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком. Александр Кулибаба, UATV Россия хочет использовать заложников и пленных моряков для давления на Киев. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в Брюсселе, сообщает Украинформ. То, что Россия удерживает их в плену и не желает участвовать в обмене с заложниками, подтверждает намерение Кремля оказывать политическое давление на украинское правительство, сказал Волкер. Вагон Столыпин, антисанитария, недоедание и холод. Так узник Кремля Роман Сущенко описывает свой путь в колонию. Письмо журналиста из заключения в Кирово-Чепецке обнародовал Украинформ. Но больше Романа Сущенко шокирует отношение к заключенным. Цель тюремщиков – запугать и унизить достоинства отбывающих наказания. Политзаключенный также прислал свой новый рисунок. На нем изображение Руанского собора. Сделан рисунок киселем и пастелью. Письмо Роман Сущенко написал 20 ноября. Несколько строк из него далее. Пока не испытаешь на себе заточение, невозможно его представить. Но это страшно, тревожно страшно. Замедляется время, теряется ориентация. Это читается во взглядах, движениях и поведении людей, которых видел. Не дам погаснуть свету своему. Романа Сущенко, собственного корреспондента Украинформа во Франции, российские спецслужбы задержали в сентябре 2016 года. Он приехал в Москву с частным визитом. ФСБ России обвинила журналистов в шпионаже. Украинская сторона считает обвинения сфабрикованными. 4 июня Московский городской суд вынес Роману Сущенко приговор. 12 лет колонии. Украинский журналист все обвинения отрицает. Один раз с начала дня российские оккупационные войска нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли в районе Гнутова на Мариупольском направлении. Боевики били из противотанкового гранатомета. Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет, сообщают в штабе. Отмечено прибытие на передовые позиции российских оккупационных войск на Мариупольском направлении снайперского подразделения, укомплектованного лицами исключительно чеченской национальности. При этом осуществляется минирование районов возможного развертывания боевых действий с использованием мин, запрещенных международным правом. В частности, МОН-200 – минно-осколочная направленная. И ПФМ-1 – лепесток – противопехотная фугасная мина. Животные на войне. Их ценят не только за то, что помогают снимать стресс, но и за помощь во время боевых действий. Не раз своим поведением домашние любимцы предупреждали украинских бойцов о в обстрелах или подавали знаки, почуяв диверсантов, которые приближались к позициям. Обывалые ценой собственной жизни спасали военных. Памятник кошке, спасшей солдата во время боя, установили защитники Авдеевки. Это Авдеевская промзона. Часть фронта в Донецкой области, где расстояние между позициями сторон измеряются всего десятками метров. Многие участки промзоны идеально подходят для снайперской работы. Этим активно пользуется противник. Сидят снайперов в данный момент, понял. Чисто ПБСы кошмарят, а наши отвечают. В таких условиях военные проводят практически каждый день. Постоянное напряжение бойцам помогают снимать животные. На позициях их много. Но к некоторым у военных особые чувства. София Васильевна, вам тут ни хрена не жаль? Может, она мертвая уже? Сонька! Рыжая Сонька была любимицей многих на опорном пункте. К бойцам попала еще котенком. Так и жила вместе с ними в блиндажах. Мы еще думали, кто заберет себе. Думаю, мы там спички тянули. Получилось так. Как звали? Сонька, она меня зовут София Васильевна. Матная кошка. В тот день, рассказывают бойцы, они приняли очередной бой. Один из армейцев замешкался, доставая пулемет, чтобы открыть огонь по противнику. На его место в бойнице неожиданно уселась кошка. В тепловизионный прицел небольшой комок показался для вражеского стрелка головой украинского бойца. Сделал выстрел, а по факту это была кошка. И так мы уже поняли, что они все вычисляют, вижу, что есть у них одноглазые, которые именно когда начинается стрелкотня, они под звуки стрелкотни отдельно работают. Как бы погибла кошка, спасла чью-то, можно сказать, жизнь. Любимицу похоронили недалеко от места гибели. Время от времени маленькую могилку приходят проведать бойцы. И не только они. Видно, что приходило кошка, посидела и ушла. Это же не первый раз замечаю здесь людей. Авдеевская промзона бережет память о всех погибших на ее рубежах. При въезде здесь установлен мемориал в честь воинов, убитых российскими оккупантами. Флаг каждого подразделения, защищавшего промку и потерявшего товарищей, здесь оставляют во время ротации. Игорь Меделян, Донецкая область, Авдеевка, ЮЭТВ. В четыре раза возросло количество кибератак со стороны России на информационные системы украинской армии после введения военного положения. Об этом сообщил начальник главного управления связи генштаба Владимир Абко. Он отметил, Кремль в основном пытается заразить вирусами программное обеспечение, перехватить и заблокировать системы связи. Подразделения вооруженных сил, отвечающие за кибербезопасность, перешли на боевой режим работы. Усилены все боевые посты. Некоторые подразделения переведены на круглосуточный режим работы. Церковные законы. 20 декабря Верховная Рада может рассмотреть переименование Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Кроме того, депутаты на этой неделе планируют урегулировать механизм перехода общин в новосозданную поместную Православную Церковь Украины. Соответствующие законопроекты уже поданы в парламент. Первый касается названий церквей в Украине. Он предусматривает, что церковь должна называться согласно ее центру, а православная украинская церковь одна. Также мы должны законодательно урегулировать механизм перехода общин в новосозданную независимую церковь, чтобы никакого хаоса, посягательства на имущество и чтобы все происходило абсолютно цивилизованно. Свято-Преображенский собор Винницы переходит от московского патриархата к вновь созданной Православной Церкви Украины. Перед прихожанами выступил митрополит винницкий барский Симеон. Он заявил, что отныне служит новой независимой украинской церкви и призвал прихожан следовать за ним. Хочется, чтобы была своя церковь. Хочется, чтобы была своя церковь. Хочется, чтобы была украинская церковь. Никто же не запрещает, в какую церковь ходить, куда человеку идти помолиться Господу. В нашем храме священники, которые остались служить, поддерживают Симеона. Как владыка говорит, у каждого, что лежит на сердце, тот такое решение и принимает. Украинские футбольные клубы «Шахтер» и «Динамо» узнали своих соперников в одной 16-й лиге Европы. Жеребьевка состоялась в швейцарском Нионе. В первом раунде плей-офф «Донецкий шахтер» сыграет против немецкого «Айтрахта», а киевская «Динамо» с греческим «Олимпиакосом». Первые матчи пройдут 14 февраля, а ответные поединки – 21-го. На совместный просмотр жеребьевки журналистов пригласила киевская «Динамо». Затем поделились мнением о сопернике. Момент, как я знаю, «Олимпиакос» не в своем лучшем состоянии, но все-таки команда с именем, команда с историей хорошей. И все равно легко, особенно в Греции, всем командам тяжело. Доволен, потому что в прошлом году мы смотрели «Олимпиакос» – очень силовая команда, и нужно будет мяч опустить вниз, потому что с ними будет сложно бороться. Украинка Елизавета Яхно признана лучшей синхронисткой 2018 года. Этот титул 20-летняя спортсменка из Донецка получила от Международной федерации плавания на церемонии награждения лучших спортсменов года. Ее сезон назвали там фантастическим. Только на чемпионате Европы в Глазгу Яхно завоевала 7 наград – одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую. В Соло на этапах мировой серии она завоевала золото в Лос-Анджелесе и серебро в Париже, Будапеште и Сурее. В дуэте украинка стала лучшей в Будапеште и выиграла еще три серебра. И больше спортивных новостей, а также другую оперативную информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях и на сайте нашего телеканала EATV.UA Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с EATV. Субтитры создавал DimaTorzok